И всем хей-йол, друзья, с вами как бы Шнеркинг, и сегодня покажу как же получить довольно много бесплатных вещей в ивенте в Роблоксе. Ивент называется Нарс, если что ссылка будет в описании, ну а на экране вы сейчас у себя видите какие же вы вещи можете получить. Для трёх вещей вы должны просто собрать хоть одну книжечку на любой из этих локаций, вы можете сюда на телеборд нажать, и я вам сейчас скажу, что нужно сделать. Вы тэпаете для начала на лагуну, и вам нужно на этой локации найти книжечку, она вроде где-то тут в начале, я уже не помню. Она даёт вот такую вот способность скульптур. А с помощью этой скульптуры, она очень даже имбовая, вы сможете как раз таки на изи в принципе собрать все книжечки. Тут скорее всего сейчас баг на данный момент съёмки. Тут написано, короче, что вам нужно получить 18 книжечек на этой локации, и тогда вы получите вещь. Но сейчас можно просто одну как бы книжечку собрать, и вы получите вещь. И сейчас я вам как раз таки покажу, в чём прикол вот этого скульптура. Вам нужно найти, вот к примеру вот они лежат, такие штучки, а сейчас я приду, так всё, я сюда пробрался. Вам нужно найти вот такие вот штучки, которые можно двигать с помощью этой штучки. Вы её одеваете, и вот на такую штучку становитесь. Можно делать это от первого лица, а можно делать не от первого. Они, конечно, могут иногда лагать, но всё же это очень даже имбово. Вы их опрокидываете. Сейчас я это сделаю. Вот так вот, чтобы она лежала. Становитесь на неё, зажимаете. И вы как бы просто можете летать, вы зажимаете W, если на компе, ну или просто идёте вперёд, и как бы прыгаете. И всё. Это очень даже имбово. И это работает на каждой локации, там где есть такие штучки. Также это работает с маленькими штучками, к примеру, на Light Refreshing. На локации Light Refreshing, такая штучка, только она маленькая, она находится вот здесь вот на озере. Вот это местность, вот на карте могу показать, вот я тут нахожусь. И вот тут вот на речке как раз таки вот есть вот Click to Move. Вы зажимаете, точнее вот так вот подходите к ней. Сейчас её надо достать отсюда. Она забагованная, поэтому надо несколько раз там пытаться это сделать. О, всё. У меня вышло это сделать. Вот на такую штучку. Главное это делать не на воде, потому что она будет прыгать. Ну, как сейчас. И вы просто её зажимаете, как бы, и с помощью неё снова же можете вот так вот, как бы, ходить, летать. Ну, только не осматривайтесь по бокам, потому что вы, как бы, упадёте. Ну, и вот так вот, в принципе, ходите и собираете книжечки. Вот и всё. Так работает на, в принципе, каждой локации. Ну, а теперь я вам более подробно расскажу, как же получить все вещи, которые я показывал в начале видео. Ну, три из них, я уже сказал, вы сможете получить на каждой из этих вот трёх локаций. Если что, на Мэйн Исланд нету таких. Ну, а все остальные вы сможете получить за выполнение вот этих вот квестов. Вы там какие-то квесты делаете. Вы вообще можете просто ходить, как бы, что-то делать. У меня тут уже просто куча квестов выполнено. Ну, вы их выполняете, вам дают монетки. Ну, или как-то по-другому монетки зарабатываете. И потом заходите в шоп, и здесь вот вы можете волосы купить. Ну, и здесь, в принципе, вот за монетки можно купить даже вещи, которые нужно собирать. Ну, и вот и всё, в принципе. Сейчас я вам рассказал, как раз-таки, про вещи, которые можно покупать или находить. Ну, и также вы можете получить вещи просто с дневных наград. Вот, к примеру, сегодня я забирал только с премиумом вот такую вот кофточку. Ну, а дальше вот тут написано, что и когда будет. Вот, к примеру, 16 сентября выйдет какая-то кофточка новая, которую вы просто заходите, нажимаете, и она вам даётся в инвентаре. Ну, вот и всё. Я вам показал, как всё пройти и как всё получить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мою группу в Дискорде. Ну, и всем получается, пока!